Из этой квартиры словно спасались бегством, оставив детские игрушки, вещи, фотографии, мебель. Квартиру номер 15 в доме 49 по улице Ракетчиков семья Сергея Шавлова покинула в экстренных условиях из-за отключения в доме отопления. Дом попал под расселение, но Сергей по сей день отказывается выезжать оттуда. Нет ничего, кроме электричества. Ну, электричество дают с перебоем, но оно есть. Ну, могут так случиться, что там ночью пропадет электричество, но, по крайней мере, стараются. Больше ни одной коммуникации, даже водоотведения у меня нет. У меня все трубы там пообрезаны и все стекает вниз просто по этажам. Сергей продолжает жить в полуразрушенной квартире, без воды, тепла, а иногда и без света. В холода прогревает комнату масляными обогревателями. Если я отключаю зимое отопление, у меня здесь вот такие сосульки. Ну, вы же понимаете, что это небезопасно даже для вашей жизни, может быть, обрушиться все. У вас пятый, последний этаж. Как-то вообще не страшно вам? Страшно. Страшно. За свою безопасность и комфорт переживают и жители соседних новостроек. На месте старого дома должна находиться прогулочная зона и детская площадка. Вот мы купили эти квартиры за большие свои деньги. Конечно, мы бы хотели получить благоустроенный двор, чтобы наши дети могли спокойно здесь жить. Мы будем жить на первом этаже. Окна у нас выходят на этот дом. И, конечно, мы бы хотели поскорее решение этого вопроса. Это опасно. Дети будут лазить. И я считаю, что застройщик сначала должен был урегулировать вопрос, а потом уже продавать квартиры за немалые деньги. Переселение жильцов из многострадальной пятиэтажки началось еще в 2019 году. В 2020-м все наниматели и собственники переехали в квартиры в новостройках. Всего 652 семьи, почти 1700 человек. Порядок переселения собственников жилых помещений регламентирован статьей 32 ЖК РФ путем выплаты выкупной цены, либо путем предоставления другого жилого помещения при достижении соглашения с собственником. Однако соглашения достичь не удалось. 15 предложенных застройщикам вариантов Сергея не устроили из-за отсутствия двух балконов. При этом требования жильца, согласно ЖК РФ, мягко говоря, не вполне правомерны. При расселении компенсируется общая площадь жилого помещения. В общую площадь лоджии и балконы не входят. В итоге разбирательство перешло в судебную инстанцию. Хотя до сих пор окружная администрация и застройщик готовы к диалогу по предоставлению жилья. Застройщик и администрация Денцовского городского округа неоднократно предлагали и в настоящее время готовы предоставить собственнику до окончания судебного разбирательства жилое помещение маневренного фонда в доме новостройки в границах того же микрорайона, о чем его уведомляли неоднократно. Кстати, такая история в нашем округе не первая. Уже ставший легендарным «Синий домик» тоже продолжает стоять среди новостроек нового ЖК в Одинцове. Дмитрий Потапкин, Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Дмитрий Потапкин, Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Дмитрий Потапкин, Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».